Фашистская авиация В память о тех, кто ковал победу в тылу, в мае 2014-го был установлен памятный знак «Труженикам тыла Саратовской земли». В июле этого года Саратову присвоили звание «Город трудовой доблести». Почетно, приятно, но и грустно одновременно. Потому что сегодня о подъеме местной индустрии говорить не приходится. За последние 25 лет саратовская промышленность прошла несколько черных полос, а некоторые из предприятий и вовсе улетели, что называется, в тартарары. От части промышленных гигантов остались пустынные поля. Часть заводов превратилась в рынки и торговые центры. Есть предприятия, пережившие сокращение объемов производства, пресловутую оптимизацию, но, увы, и банкротство. Лихорадило в разные времена такие промышленные гиганты, как «Нитрон», «Корпус», «СЭПа», «РМК». Промышленник с 40-летним стажем депутат Гордумы Юрий Ерофеев считает, что сегодня в нашем легионе интерес к промышленности невисок. Держаться на плаву даже его достаточно успешному предприятию приходится в одиночку. А исчезновение городообразующих предприятий он связывает с той самой приватизацией с 90-х. Приватизацию, я считаю, что делали враги Российской Федерации. Были уничтожены, в первую очередь, высокие технологичные производства, то бишь авиастроение, радиоэлектроника, станкостроение. И китайцы сегодня на базе и на разработках нашего станкостроительного завода сейчас выпускают станки и продают их по всему миру, в том числе и нам. К сожалению, мы пока как вот одни в пустоте. Мы не интересуем никого, в общем-то. Но, нет, мы интересуем налоговую, мы интересуем правоохранительные органы, потому что мы со своим оборудованием, да, мы не можем никуда убежать, спрятаться, да, там, переехать по другому адресу. А должны бы кого интересовать на самом деле? Конечно, министерство промышленности. Ну, у нас, наш министерство промышленности иногда не знает, что там происходит в Петровске в том же. Там, вот, они приехали, были удивлены, что в Петровске, оказывается, там есть предприятие, которое уже три года работает, поставляет РЖД, да, там, определенную продукцию. Однако в Министерстве промышленности и энергетики регионы нас заверили, что работают на твердую пятерку. Те предприятия, что устарели, исчезли, но им на смену пришли перспективные производства всевозможных направлений. Все, что плавает, летает на воде, под водой, в воздухе, в космосе, в этом, во всех абсолютно объектах, есть продукции наших срадских предприятий. Рассуждая о роли господдержки в деле развития того или иного предприятия, директор приборостроительного завода имени Орджоникидзе, депутат облудомы Дмитрий Ханенко, заметил, что министерство, в названии которого отсутствует слово «развитие», может претендовать на роль статиста, подсчитывая промышленные успехи или неудачи. В доказательство тому приводит историю не из стекла, где, по его мнению, коллективу без всякой поддержки удалось сделать практически невозможное. Что там де-факто произошло? Люди, набравшись смелости, организовали реализацию очень сложного инвестиционного проекта. Они действующее производство свое остановили, они разобрали промышленные комплексы и технологическое старое оборудование, сохранили трудовой коллектив, сохранили заработную плату своему персоналу и в течение полугода фактически построили новую промышленную линию, запустили его и начали отрабатывать технологии. Естественно, они не вышли на производственную мощность и на экономическую эффективность в течение такого короткого времени. То есть, все-таки там объем продукции, которую они выпускают, значительно, а контрактоваться надо на весь объем. А если качество у вас нестабильно и объем тоже все время скачет, то, скорее всего, вы тоже сразу не законтрактуетесь так быстро. А налоги уже платить надо, а за энергетику платить надо, а за работную плату платить надо, а там уголовная ответственность и так далее. Так вот государство в этот момент могло бы поставить плечо какое-то, поддержать, выделить какую-то в том числе и субсидию на компенсацию расходов по газоснабжению. Это позволило бы предприятию вот этот трудный переходный период пройти безболезненно и выйти на производственную мощность уже, скажем, подготовленными, оснащенными и так далее. Ничего этого в данном случае не произошло. Действительно, инвестиционный проект, который они осуществили, он не вышел на те параметры, на которые они рассчитывали, и поэтому у них сейчас есть определенные кассовые разрывы периодически. Но пока нам удается их расшивать, надеюсь, что выход будет найден и в этой ситуации. Но несмотря на лестные заверения высокого чиновника, на следующий день после нашей встречи Саратовский институт стекла отключили от системы холодного водоснабжения питьевой и технической воды. Долг института перед ресурсоснабжающей организацией – 9 миллионов рублей. О помощи больше слов, чем дело. Увы, но Саратов все чаще оказывается лидером антирейтингов по бедности или вымиранию. Еще плачевнее, по мнению экс-министра промышленности Сергея Лисовского, ситуация с предприятиями в области. У нас в районных центрах были прекрасные предприятия. Возьмем Ртищево. Был Аргон – прекрасное предприятие. Дальше Гегровата. Даргес – это пухопировых принадлежностей. Швейная фабрика, которую даже в США поставлял. Авторемонтная и так далее. Сейчас от этого ничего не осталось. Я вам могу много примеров назвать. Когда глава района ни разу не бывал на основном промышленном предприятии район. И не знаю, что там творится даже. О чем мы можем говорить, общаясь с бизнесом? Ну, оптимизма нет. Если в тех же 90-х годах, несмотря на рэкет, на другие ограничивающие условия, бизнес рвались, шли, но сейчас нет. Понимая, что тот дикий рэкет ушел, но рэкет, скажем, надзорных, силовых структур, он остался. И он более изощренный. Ну, к чему это приводит? Возвращаясь к теме трудовой доблести, добавим, что сразу после присвоения Саратова почетного звания по распоряжению местных чиновников на предмостовой площади соорудили вот такую неказистую надпись. И не важно, что на скорую руку, и читать неудобно. Пообещали, что это временный вариант. Но мы-то знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное.